Итак, срочные новости с официального сайта коммерсант.ру. Ты хочешь, ты за всех и работай. КПРФ и Справедливая Россия призвали противников повышения пенсионного возраста на выборы мэра Москвы. В воскресенье 2 сентября 2018 года проспект Сахарова снова заполнился красными флагами КПРФ. По данным белого счетчика на акцию против повышения пенсионного возраста пришло почти 9 тысяч человек. Впрочем, в ГУ МВД по Москве заявили о 6 тысячах участников, а сами организаторы о 100-тысячном митинге. Митинг, заявленный против людоицкой реформы, к концу превратился в открытую агитацию за коммунистов на предстоящих выборах мэра Москвы и губернатора области. Митингующие начали расходиться уже через несколько минут после начала мероприятия. Одновременно на Суворовской площади прошел митинг Справедливой России с аналогичной повесткой. Число его участников полиция оценила в полторы тысячи человек. По всему пути от Казанского вокзала стояли пенсионеры, которые раздавали агитационные материалы за кандидата в мэры Москвы Вадима Кумина. Официальное начало митинга было назначено на 12.15, но уже в 10.50 у рамок металлодетекторов начала выстраиваться очередь. Как только участники акции проходили через рамки, их сразу же останавливали организаторы и призывали дождаться остальных, чтобы выстроиться в колонны. Развернув огромные красные транспаранты с белыми надписями требуем мораторий на повышение пенсионного возраста, красные придут, жулики разбегутся, правительство Медведева на свалку истории, которые, пришедшие терпеливо дожидались прибывающих на проспект товарищей. Линию выстроили. Грозно скомандовал один из организаторов митинга пенсионерам в колонии. Что расслабились, выпрямите спины за всех трудящихся. Итак, перед нами фотография, на которой двое женщин держат плакаты. На одном из плакатов написано «Денег нет, отнеситесь с пониманием». И во втором «Во всем виноваты 90-е годы». Скорее всего, первый плакат направлен на слова Медведева, премьер-министра Российской Федерации, который пенсионерам на вопрос о том, что когда повысят пенсию, он ответил, что «Денег нет, но вы держитесь, всего вам доброго». А второй «Во всем виноваты 90-е» – это, скорее всего, ответ на выступление президента Российской Федерации Владимира Путина, который сообщил, что «Виновата в том, что в бюджете нет денег на пенсии 90-е». Ну, на самом деле, он там еще упомянул 41-е и 45-е годы. То есть, все что угодно, все виноваты, кроме нынешней власти. Итак, вернемся к статье. Пожилой мужчина, уставший, видимо, держать тяжелый транспарант, тут же выпрямился и грозным взглядом оглядел других, призывая последовать ему его примеру. Журналистов, которые пытались миновать колонны и пройти к сцене, организаторы строго разворачивали. «Нет, вы сначала дождитесь, пока Геннадий Андреевич из Дюганов подойдет. Давайте не допускать никакого хаоса и разбредаться». «Я пришла сюда за своих детей и внуков», заявила пожилая женщина, гордо стукнув себя в грудь. А они остались дома. Пусть отдыхают, столько трудились, а теперь им предстоит еще дольше. Многие пришедшие на проспект были одеты в белые майки с прошлых акций против пенсионной реформы с перечеркнутыми цифрами 65 и 63. Напомним, что в июле Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако 29 августа 2018 года Владимир Путин в теле обращения к народу объявил об изменении условий пенсионной реформы и предложил поднять пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60, а также разрешить многодетным матерям досрочно выходить на пенсию и сохранить условия назначения пенсии для коренных малочисленных народов Севера. Так какая разница, возмутилась пенсионерка в ответ на вопрос корреспондента насчет майки со старыми условиями? Тоже мне послабление. Спасибо, батька, низкий поклон. На этих словах женщина действительно поклонилась с возмущением, при этом плюнув на асфальт. В 12 часов под разрешительную команду колонны начали шествия по направлению к сцене. Впереди всех шли сотни человек с огромным плакатом «Свободу Сергею Дальцову». Им на пятки наступала революционная рабочая партия. Колонна, состоявшая в основном из молодых людей, выбивалась из общей массы митингующих людей пожилого и среднего возраста. Давайте посмотрим с вами видеокадры с места событий. Как мы видим, действительно, народу очень много. Идут колонны с плакатами, с флагами. Что подтверждает, что действительно народ, россиян, наших с вами соотечественников, действительно интересует и волнует этот наболевший вопрос о повышении пенсионного возраста. К сожалению, все мы знаем, что пенсионеры еле-еле сводят концы с концами на сегодняшний день. А что же будет через несколько лет, когда, оставшись без работы, 62-летний или 63-летний мужчина останется без средств к существованию. То есть пенсию он не будет получать, соответственно, государство не будет никоим образом ему помогать. Но и работу найти в 63 года, с какими-то болячками, еще что-то. То есть это действительно очень и очень сложно. Даже сегодня найти там 35-летним, 40-летним, 50-летним, теоретически возможно, но все равно очень сложно. Во-первых, и во-вторых, заработная зарплата в России действительно значительно ниже, чем в Европе. Члены правительства нам говорят, что вот в Европе давно уже повысили, но, извините меня, там зарплаты совершенно другие. И там люди живут не до 60-ти, до 60-ти, они там живут до 80-ти лет. Согласно исследованиям, в России мужчины, треть мужчин не доживает даже до 62-х лет, к сожалению. То есть получается, что подняв пенсионный возраст до 65-ти лет, более трети мужчин просто не доживут до пенсии. Итак, возвращаемся к статье. Акцию открыл лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов. Меня больше всего поразило, что выступая недавно, президент сообщил, что только Единая Россия вносит нужные законы и порядки. Возмутился политик. Уверяю вас, что Единая Россия протащила через Госдуму все законы, которые не дают развиваться нормально в стране. Они все делают для того, чтобы и сейчас протащить этот закон о повышении пенсионного возраста, который не принимают 90% граждан нашей страны. Далее господин Зюганов сообщил, что только программа коммунистов будет способствовать развитию страны и возвращению на родину 5 миллионов соотечественников, которые будут здесь с удовольствием работать. Сегодня нет доверия к этой власти и Единой России, констатировал политик со сцены под всеобщее одобрение. Оно будет резко подорвано, если впихнут эту пенсионную реформу. Если мы в ответ на жуткий страшный теракт по убийству Александра Захарченко не ответим сильной силой, волей и необходимыми мерами. «Ты же говорил, вообще нет доверия?» Непонимающе спросил пожилой мужчина в толпе. «Что подрывать, если доверия изначально нет?» Вместо ответа после выступления лидера партии заиграла патриотическая песня. «Священная война». На словах «За свет и мир мы боремся, а не за царство тьмы» пенсионер начал грозить перечеркнутой фотографией Вячеслава Володина, которую держал в руках стоявший рядом мужчина. Но все стали свидетелями ужасного преступления, подхватил ведущий тему убийства лидера ДНР Александра Захарченко. «Давайте почтим память истинного народного героя, жителей Донбасса». На минуту все присутствующие замолчали над проспектом, разносилось лишь эхо огромной секундной стрелки. «Мы только привыкли к тому, что все плохое осталось позади», начал следом со сцены токарь из центра имени Хруничева Николай Корсаков. «И тут нас порадовала наша власть пенсионной реформой». Долой власть начала громко скандировать после этих слов многотысячная толпа. «Я продолжаю работать, будучи пенсионером. Я могу, я умею, я хочу». «И многие хотят», – продолжил господин Корсаков. «Ты хочешь, ты за нас всех и работай», – возмутилась женщина среднего возраста в длинном черном платье, похожем на мантию. «А мы совсем не хотим». И, честно сказать, я думаю, что 90% наших с вами соотечественников согласятся с этой женщиной. Потому что те, которые хотят работать, пожалуйста, работайте. Выходите на пенсию, получайте пенсию и работайте. Никто вам не запрещал. А если будет принят этот закон, то люди, действительно, которые не могут по каким-либо причинам работать, они останутся просто без средств к существованию. Вот что самое страшное. Выступающий следом кандидат на должность мэра Москвы Вадим Кумин призвал выступить на свободу Сергея Удальцова. Напомним, Мещанский суд Москвы 14 августа арестовал господина Удальцова на 30 суток за нарушение при организации публичного мероприятия, после чего он объявил сухую голодовку. Вчера координатор Левого фронта был в третий раз госпитализирован из спецприемника в больницу. Митинг против пенсионной реформы плавно превращался в агитацию накануне предстоящих выборов. Покритиковав в общих чертах людоедскую реформу, господин Кумин призвал всех голосовать за него 9 сентября. Выступающий следом зампред Мособлдумы Константин Черемисов в свою очередь попросил всех присутствующих вырыть его самого на выборах губернатора Московской области. Все последующие выступления заканчивались одинаковой фразой за Кузьмина, за Черемисова. Ну, очевидно, что действительно некоторые пытаются использовать своих интересов. Другое дело, что пенсионная реформа не устраивает 90% наших соотечественников. И, скорее всего, нужно им, нам с вами действительно вместе объединиться, подписать подписи и направить в правительство Москвы, в правительство России, чтобы этот вопрос был пересмотан. Итак, возвращаемся к статье. Впрочем, немногие митингующие остались слышать следующих ораторов. После выступления Геннадия Дюганова и двух кандидатов, многие начали расходиться. По данным белого счетчика, в течение часа после официального начала акции проспект покинули 4000 человек. Всего в митинге КПРФ приняли участие почти 9000. Отметим, на прошлый митинг партии против пенсионной реформы 28 июля пришли около 13000 человек. Организаторы пытались удержать внимание оставшихся. Скажите, люди честные, если бы сейчас к вам в карман полез вор и украл кошелек, что бы вы крикнули? Поинтересовалась со сцены председатель движения Всероссийский Женский Союз Нина Астанина. «Бей его!» Весело начала орать многочисленная толпа. Затем на сцену вышел водитель самосвала Евгений Громов, которого, по словам ведущего, уволили за выступление в профсоюз. «Мы знаем, как действует работодатель. Будет человеку 59 лет, он не пройдет комиссию», предупредил он. «Все водители, профессионалы, вдумайтесь, какой ужас, когда за рулем 60-летний водитель. Его уволят, и он не восстановится на работу. И это правда». Евгений Громов сообщил, что объявил с товарищами голодовку, чтобы привлечивали внимание к проблеме. «Мам, давай уже уйдем, уйдет отсюда, что за митинг, ни о чем», попросила девушка лет 20. «Ты ничего еще не понимаешь», возмутилась та в ответ. «Но ты все равно уже обещала, что если я сюда приду, то ты поймешь со мной на Навального». И хидно заметила девушка. Напомним, оппозиционер призвал своих сторонников выйти на всероссийскую акцию против повышения пенсионного возраста 9 сентября. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на канал. Всего доброго и до новых встреч! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!